На семинаре в Центральной мечети Симферополя объясняют правила нахождения в МИКе. Мужчина должен снять всю одежду и надеть два куска белой материи, которую называют и храм. Для женщин и храмом является обычная одежда, соответствующая шариату. В этом году из Крыма в хадж отправляется около 400 паломников. Всем будет роздана специальная сумка «Хадж-2017», в которую будет входить буклет, как правильно совершить хадж, и медикаменты первой необходимости. Крымчан в поездке будут сопровождать два квалифицированных врача, чтобы вовремя оказать медицинскую помощь, если понадобится. На семинаре объясняют, особое внимание нужно уделять питанию. У меня к вам одна просьба – молиться от чистого сердца Всевышнему. В Мекке, читая молитвы, попросите у Всевышнего народу дать процветание и единство. Согласно Корану, каждый мусульманин обязан совершить хадж. В священном писании сказано, что паломники покидают Арафат, незапятнанные, как у новорожденного душой, начинают жизнь с чистого листа. Для Диляры Устаевой хадж – путешествие всей жизни. Она 20 лет ждала этой поездки. Живу в общежитии 21 год. Мне честно, хожу 20 лет к Аберджаме. Я очень довольна, что я еду в хаджи. Крымские мусульмане поедут по специальной квоте. Для верующих разработано две турпрограммы, благодаря которой мусульмане смогут воплотить в жизнь свою мечту. Сегодня мы уже говорим о 370. И это результат взаимодействия, когда хадж стал максимально доступным для широкого круга мусульман полуострова. Это возможность воспользоваться разной ценовой практикой. Это вопросы безопасности, это вопросы комфорта, когда паломники не сталкиваются с такими трудностями, которые сопровождают обычно хадж, обычное паломничество. Первая группа паломников отправится в Мекку 14 августа.